Условия проживания в армейском кубрике для мировой звезды армрестлинга Ильдара Алискендарова ничем не отличаются от быта остальных сослуживцев. Такие же спартанские. В армии все равны. Разве что на отдых у четырехкратного чемпиона мира времени совсем не остается. В марте снова соревнования. Я каждый день 3,5-4 часа тренируюсь каждый день. А так там все должны тренироваться по 2 часа в день. Здесь питание, то что я там гражданки, то что там кушаю, фрукты, витамины всякие, мясо, белок, салат. Здесь тоже все они дают, все нормально. Своими спортивными заслугами хвастаться Ильдар не привык. Сослуживцы только от командира роты узнали. Обычную срочную службу с ними проходит один из самых сильных людей в мире. Были любители бармейстинга. Боролся я с ними. Показал, какие упражнения надо делать. Видео показал, где я выступал, какие я турниры выиграл. Интересно было. Они спрашивают, таких спортсменов знаете, боролся с такими спортсменами. Боятся вас? Да нет. Нормально с ними. Хорошие. Помериться силами с этим новобранцем отваживаются только самые отчаянные. Но уже через секунду все сомнения отпадают. С этим парнем лучше дружить. Если человек, например, слабее, у меня соперников нет, я с человеком борюсь вот так через ремень. Показать вам? Да, давайте. Вот так одевать. Ты боже мой? Вот так. Вот так. Один. Правильно? Вот так. И он тянет не рукой, а полночей телом. Побороть спортсмена не получается даже вдвоем. Он буквально одной левой семерых одолеет. Во мне 95. На гражданке Ильдара ждет девушка. Друзья-сослуживцы уже вынашивают планы. Как украдут для парня невесту по старому кавказскому обычаю. Хотя сам Ильдар в успех предприятия не верит. Невеста под стать жениху. Сама профессионально занимается армрестлингом. Такую можно завоевать только заботой и лаской. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.